В администрации района состоялось совещание с участием представителей межрайона и налоговой инспекции и службы судебных приставов Кашхабльского района. Главной темой совещания стало проведение в текущем году мероприятий по снижению недоимки по местным налогам. По данному вопросу первым докладчиком выступил начальник управления финансов администрации района. Аслан Дагужеев отметил, что благодаря сложной работе всех заинтересованных структур в прошлом году собираемость налогов была высокой. Мобилизация недоимки является одним из основных источников наполняемости доходной части как районного бюджета, так и бюджетов сельских поселений. Добиться положительного результата можно только совместными усилиями во взаимодействии администрации сельских поселений с налоговой службой и службой судебных приставов, подчеркнул начальник управления финансов. Работа по мобилизации доходов и снижению недоимки должна быть продолжена. Это решение главы района, оно отражает ранее принятое решение главы республики. Эта работа носит такой перманентный характер, то есть она не завершается каким-то годом, каким-то первым января. Тем более, что суммы недоимок довольно-таки внушительные и есть над чем работать. В прошлом году достаточно неплохо была эта работа организована по поселениям, это касается подворных обходов. В своих докладах исполняющий обязанности заместителя начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по республике Адыгея Мурат Курашинов и начальник отделения, старший судебный пристав Кашхабского районного отделения Заур Ханнахока рассказали о мерах, принимаемых по мобилизации доходов и снижению недоимки в бюджет. На 14.07.2020 годы исполнения бюджета по Кашхабскому району налогные доходы физических лиц исполнены по сравнению с прошлым годом на 104%, то есть природа 817 тысяч рублей. Напомню, что с данного налога 30% поступает в бюджет района. Что касается задолженности по местным налогам, я сделал распечатку по каждому поселению отдельно налогоплательщиков, у которых задолженность свыше 10 тысяч рублей. Как Аславий Славович сказал, контактная работа дает очень серьезные платы. В прошлом году мы это ощутили на самом деле. Так, в 2020 году за первое полгода на исполнение находилось 1993 исполнительных производств на сумму 17 млн 318 тысяч, тогда как в прошлом году, за аналогичный период прошлого года, 1376 и на 10 млн 790 тысяч рублей. То есть в этом году отслеживается уже увеличение на 7 млн. Окончено также наблюдается увеличение было в этом году 739 исполнительных производств на сумму 4 млн 202 тысяч рублей. В прошлом году 439 исполнительных производств на сумму 2 млн 127 тысяч рублей. Из общего числа оконченных и прекращенных исполнительных производств окончено фактическим исполнением, то есть взысканной в полном объеме 503 исполнительных производств на сумму 3 млн 242 тысяч рублей. В аналогичном периоде прошлого года фактически окончено 316 на сумму 1 миллион 667 тысяч. То есть увеличение наблюдается как возбуждение, как находящееся на исполнении, как по оконченному и по взысканному. Сейчас на данный момент на принудительном исполнении службы судебных приставов находится 1 251 исполнительное производство на 11 миллионов 426 тысяч рублей. То есть отделом было взыскано с учетом частичек, с учетом общих оконченных исполнительных производств на 4 миллиона 892 тысяч, тогда как в прошлом году взыскано на 2 миллиона 476 тысяч, то есть в этом году увеличение идет почти в два раза. Ведущий специалист отдела имущественных отношений администрации района Азамат Итлешев и начальник правового управления Наталья Остапенко проинформировали присутствующих о проводимой работе по взысканию арендных платежей, образовавшихся на 1 января текущего года. Далее об исполнении протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории района от 15 июля текущего года доложил начальник отдела по делам ГОИЧС администрации района Николай Зверев. Были проведены контрольные проверки объектов торговли, всего было проверено 83 объекта, это магазины и одна ярмарка в поселке Майском, составлен один протокол. Исполнение показателей по их матрице и требований Роспотребнадзора, эти темы в своем докладе затронула заместитель главы района Морета Тугланова. По итогам завещания главой района дан ряд поручений и обозначены сроки их выполнения.